Сегодня я покажу вам несколько необычных находок, которые многих озадачили. Мы не раз видели, как идут строительные работы. Дело-то обычное. И вот в Петропавловске в парке начали проводить реконструкцию. При разборке кафе Даниал, которой простояла там уже почти 20 лет, была обнаружена какая-то штука. Очень похожая на пушку. Ее случайно заметил прохожий. Он с трудом прорвался через гору мусора и агрессивно настроенных рабочих к ней и сделал несколько фотографий. После того, как фотографии попали в интернет, то находкой заинтересовались в областном краеведческом музее. Позже удалось установить, что эта пушка была установлена еще на крепости Петра в 1752 году. А вот в парке она оказалась уже в 1836, но в 21 веке она куда-то бесследно пропала. Местные жители думали, что она утеряна навсегда, а оказалось ее просто замуровали между первым и вторым этажами кафе. Люди переживают, чтобы рабочие не сдали эту пушку на металлолом. Уверены, что изначально у рабочих был именно такой план. Просто их спалили. Хотя рабочие заверили, что да вы что, только откопаем, сразу передадим находку в музей. Мы так и хотели сразу сделать. Думаете это правда? Следующая находка была обнаружена в Аргентине. Местный фермер Антонио Нивас недалеко от своего дома в небольшой реке обнаружил большое черное яйцо динозавра. Но почему-то поверхность этого яйца была как бы каменистой структуры. Фермер сразу сообщил куда надо. Группа ученых приехала незамедлительно. Осмотрели находку и очень огорчили Антонио. Оказалось, что он ношу окаменелости глиптодонта. Это доисторическое животное, похоже теперь на гигантского броненосца. Наука полагает, что данный вид вымер во время последнего ледникового периода. Это около 10 тысяч лет назад. Хотя люди почему-то часто путают их с большими черепахами. Как по мне не похоже. Да, для справочки. Высота взрослого глиптодонта составляет около 3 метров. А находка Антонио лишь 1 метр. Значит это был детеныш. Хотя, если смотреть с той колокольни, что сразу думали, что это яйцо. То представьте, яйцо 1 метр. Ого-го. Отчего погиб детеныш ученые пока не знают. Но на панцире есть повреждение. Может на него кто-то напал. А может это уже повреждение, так сказать, после смерти. Но как бы там ни было, находка в таком сохране имеет огромное значение для науки. Про какое-то вознаграждение речь не идет. Да и не все меряется в деньгах. А вот что в лесу нашли люди. Да-да, именно в лесу. Лежал совсем не глубоко. Но размер просто поразил. Да, вы правильно поняли. Это якорь. Настоящий корабельный якорь. Но как и почему и что он делает в лесу пока загадка. Но как бы там ни было, его спешно забрали. Ну не гоже морскому якорю в лесу-то валяться. На многих форумах шутили. Мужики, кто якорь потерял, вернул за вознаграждение. Хотя если серьезно, то что делать с такой находкой. Банально сдать на металл? Да жалко. А оставить себе? Так зачем? На полочку-то не поставишь. А напишите, что бы вы сделали с такой находкой. Лично я знаю, я бы к тещи приспособил. А вот, хоть и не старина, но находка эпичная. 11 сентября на стационарном посту в ходе досмотра автомашины, которой управлял на тот момент 47-летний житель Магаданской области, обнаружили и изъяли 8 слитков металла желтого цвета. Завернутые они были в салатовое полотенце и пакет. Некоторые слитки было видно, что рубили зубилом. Все, что нашли и изъяли, отправили на экспертизу, которая установила, изъятый металл является золотом, весом всего-то 7 килограмм 360 грамм. И стоимость на то время была около 18 миллионов рублей, а это даже на сегодня больше 280 тысяч долларов. В ходе проверки установили, что мужчина хотел вывезти золото наземным транспортом в Иркутскую область, а там уже перепродать. Ему светит лишение свободы на срок до 5 лет, хотя на некоторых форумах находил, что золото было около 10 килограмм, а потом куда-то делось. Но меня там не было, точно не скажу. И напоследок просто интересная информация. С той песни, что вот это да! В Китае, а именно в городе Гуанчжоу, установили гигантский автомат по продаже, чего бы вы думали, автомобилей. Его сделали автоконцерн Форд и розничная площадка по продаже автомобилей Алибаба. Про разбойников ничего не сказали. Получилось у них здание в 7 этажей. Выбрать и купить автомобиль можно через специальное приложение. А если вы еще не определились, то можно банально взять автомобиль на тест драйв на 3 дня. Вот у нас бы так было. По нашим дорогам за 3 дня автомобиль бы просто рассыпался. Но не Алибаба. Да, если вы уже созрели для покупки, выбрали, заказали, нажимаете на волшебную кнопку и оп! Автомобиль спускается на лифте, как шоколадный батончик. Во как! Так вот, чего я хотел спросить. Напишите, как вам такой вид ролика, когда в конце просто интересная информация для общего развития. Вам это интересно или показывать только разные находки и все? Напишите, пожалуйста, а я посмотрю, за какой вид ролика будет больше голосов. Хочется, чтобы вам было максимально интересно. А сейчас, друзья, покажу вам очень интересную штуку. Кто не любит интересных штук, можете не смотреть. Но скажу сразу, вы много чего потеряете. Смотрите, чего у меня есть. Это и в камеру не влезет. Видали? Сейчас покажу. Да, кто-то скажет. Димон, ты что, купил себе новую резиновую женщину? Не, я старую заклеил. Это сейчас посмотрим. Оп! Смотрите, какой красавец, а! Ха-ха! Узнали? Это бур от фирмы Fiskars. Сейчас все расскажу и покажу. Вещь просто... Ух! Ха-ха! Классная штука. Сейчас обо всем подробнее. Да, где взял? Взял в магазине Insat.com.ua. Ссылочка под видео. Но о буре. Вес у нас всего лишь 2,5 килограмма. Достаточно легкий. А вот весь, вот так вот, 1 метр 110 сантиметров. Но обратите внимание, есть шкала, чтобы видно было, насколько вы забурились. Ножи, это отдельная песня. У нас здесь сталь двойной закалки. Что значит? Это значит, что у вас печени не хватит запихать его в такой грунт, чтобы он не пробурил. Бурит все. Но при этом очень хорошая антикоррозийная обработка, так сказать, качества стали. То есть не боится, если вы там где-то в водичку его и все такое. Но ножи, опять же, не надо покупать каждый раз новый бур. Они здесь съемные. Вот у меня, у знакомого, вот именно такой бур, он купил с ножами 20-ми. Почему? Как он говорит. Потому что из большой ямки можно сделать маленькую, а наоборот нет. Но может есть смысл. Хотя при желании можно докупить ножи любого диаметра. Большие, маленькие, средние, как вам угодно. Очень легко меняются. В комплекте идет сам нож, точнее пара. Вот так вот они выглядят. И, конечно же, идут болтики и ключик. Та-дам! Ножи сделаны так и поставлены под таким углом, чтобы вам было как можно проще и легче бурить квашек. Обратите внимание, на ножах есть клеймо и размер. Рукоятка также съемная, сделана из полиамида. Очень приятная на ощупь и очень хорошо держится в руках. Чтобы не было никаких там телодвижений лишних. Нам же надо бурить. Да, еще заметьте, гарантия, как на все у фирмы Fiskars, 5 лет. 5 лет. Кто-то скажет, этот Димон, дорого. Дорого? Дорого у нас бензин. А хорошая вещь должна стоить сколько, сколько она стоит. Хотя про дорого. Не хочу никого обидеть. Зайдите по ссылочке в магазин под видео. И посмотрите цены у них и на других сайтах. Вы будете приятно удивлены. Здесь же как? Купил раз бур. И все. И тебе его хватит на всю жизнь. Если брать с колокольни бур на всю жизнь, то это очень недорого. Тем более, купил пару ножей на замену. И все. Можно его такой вот дыру проспрулить, как моя голова. 20 сантиметров. Это только от глаза до глаза. А можно поменьше. Да, честно, между нами. Вот держишь в руках вещь такая, знаете, добротная. Никакая там не хлипкая. У меня есть советский, самодельный. Точнее, он сломался, я его подчинил. Но это рядом не стояло. Потому что, ух, карбон. Да, опять же, если хотите хорошую вещь, 100% чтобы было оригинал. С гарантией и все такое. Потому что китайцы, они не спят. Загадите по ссылочке под видео. Магазин Инсад. Это магазин садового инвентаря, где есть все и даже больше. Вам все там расскажут, покажут и цены вас приятно удивлят. О, смотрите, прям бурилище какое, а. Конечно же, сейчас набурим дырок. Те люди, которые смотрят мой канал давно, знают, что я живу в селе. И никакую каку вам не посоветую. Действительно, бур добротный и хороший. Если у вас есть сад, огород или намечается стройка, купите и попробуйте именно этот бур. Вещь очень хорошая, просто вот душа радуется. Магазин Инсад Комьюа. Ссылочка под видео. Магазин Инсад Комьюа. Магазин Инсад Комьюа. Субтитры подогнал «Симон»